Главное достижение России – изобретение искусственного интеллекта. Очень особенного. Он годами сидит в телевизоре и думает за жителей самой умственно развитой страны. Они понятны, непонятны. Да, кстати говоря, и понятны. Под видом новостей пропаганда подсовывает россиянам откровенное вранье, создавая тем самым параллельный мир. Опасный, сумасшедший и излюбленный телезомби. И вот конкретно из этого здания школы выбили взвод каннибалов. Вот такую тушенку они здесь ели. Сепар Донецкий. Какие методы применяют рупоры Кремля, чтобы втереться в доверие к миллионам людей? У него такая судьба очень нелегкая была. Почему лгуны не боятся, что их откровенный бред раскроют и засмеют? Привет, друзья украинцы! И зачем на весь этот цирк Кремль десятилетиями тратит миллионы рублей? Стояние на 21 час они уже успели... Давайте откроем матрешку и узнаем, как зарождались фейки по-русски и возможно ли остановить их производство. Слезную историю о Павлике Морозове знал наизусть каждый советский школьник. Здравствуй, Морозов! Дай руку, Павлуша! Время совсем не помеха для нас! Русский подросток донес на своего отца взяточника, за что поплатился жизнью. Именем мученика называли школы и дворцы культуры. О нем писали стихи и снимали кино. А пугайте, не пугайте. Я от своего не отступлю. На самом деле, эту драму в стиле НТВ сочинила пропаганда СССР. Прародительница нынешней кремлевской фабрики лжи. Как Иисуса на доску гаврими прибыли. Один прибывал, двое держали. В истории есть все лучшее сразу. Подтасовка фактов. Игра на эмоциях. И даже тогдашний вариант фотошопа. Могила братьев Морозовых, памятник Павлику Морозову. Родное село Морозово Трофимовка и сегодня выглядит заунывно. В 30-х годах сюда отправляли в ссылку раскулаченных крестьян. Бежать на свободу им действительно помогал отец Павла Трофим Морозов. Выдавая за взятку поддельные справки. Только настучал за это не Павлик, а его разгневанная мать. И не из-за патриотизма, а в отместку за постоянные измены супруга. Парень лишь поддакнул ей во время суда. Врага родины отправили в лагеря на 10 лет. А родственники зэка зарезали Павла и его младшего брата Федора как законных наследников имущества. Это мрачная черная бытовуха, которую люди недалекие постоянно раскручивают и кричат, что это доносчик номер один. Забавно, что своих же людей стыдит ярый рупор Кремля Дмитрий Пучков. Ведь мозги россиянам затуманили его коллеги из прошлого, объявив Морозова героем-пионером. Пионером, Павлик, не был пионерской организации, там не было. Хорошо, что в закромах родины осталось много красной краски. Портрету Павлика пририсовали галстук, а в его селе Герасимовка наспех собрали кружок из целых 10 пионеров. Советским зомби не показали самую интересную часть этого спектакля. Через три года отец Павла вышел на свободу и даже получил Орден Труда. Фейки с участием детей – самый ходовой способ вызвать у аудитории слезу и ярость. Но используя его, Россия неизменно проваливает гениальные задумки. Так произошло с выставкой «Посмотри в глаза Донбассу». Для детей на фото пропаганда придумала шокирующие истории жизни во время войны. А девочку Машу сделала настоящим гением. Сейчас по ее поселку стреляют еще терпимо, гласит признание малышки. А вот в 2015-м был ужас. Такой, что Маша научилась различать виды и калибры военных орудий по звуку – удивительные способности для годовалого младенца. Столько лет девочке было в 2015-м. Но кремлевские писатели – не математики, а русские зомбозрители и подавно. Главное – показать им, в каком месте плакать, а где брызгать ядом. Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они. Может быть, так. Как эту, окончившуюся позором. Якобы львовские школьники выстроились в фигуру свастики, празднуя день рождения Гитлера. Российское стадо полыхало ненавистью, глядя на картинку. Проклиная сами того не зная своих земляков из Пензы, которые отмечали день космонавтики. Гвоздем всей программы определили флешмоб, суть которого заключалась в том, чтобы, выстроившись всем вместе в форме двух больших цифр 5-5, что означает 55-летие первого полета человека в космос, Выше взлетает только фантазия русских зомби, которые не могут отличить Гитлера от актера Чарли Чаплина. Усы похожи? Так какая разница? Кстати, квадратные усики носили многие советские военачальники. Среди них Леонид Говоров, Иван Панфилов и Григорий Кулик. Но смеяться над ними опасно. Вдруг запрут в тюрьму. Там нет телевизора, а без него жизнь русского человека теряет смысл. В апреле Россия уничтожила крылатой ракетой часть многоэтажного дома в Умане. Под завалами погибло 23 человека. Среди них шестеро детей. Пока Украина оплакивала своих людей, русский зомбоящик выдал эту трагедию за обстрел Донецка. Украинские боевики сегодня ночью вновь обстреляли территорию Добаса. Под огонь попали Никольская, Яковлевка и Ясиноватая. Фанаты войны за поребриком верят в гадкое вранье. При этом понятия не имеют, где находятся территории, на которые позарилась Россия. Так а что такое Донбасс? Город. А это город? А где он находится? Где он находится? На этой недалекости русских играют все местные медиа. Снимать фейк об Украине можно в любой подмосковной конуре. Главное не засмеяться, пока сочиняешь бред. До линии соприкосновения с украинской обстрелой 400 метров. Украинская страница начала интенсивные обстрелы, начиная с пяти часов вечера. На состоянии на 21 час они уже успели... Репортер телеканала «Звезда» Евгений Давыдов признался. Содержание антиукраинских сюжетов полностью выдумывают редакторы в Москве. Они звонят, говорят, что вот, соответственно, можно сказать в сюжете, что вот отстреляли из Града, что вот были там фосфорные бомбы. Неприкрытую ложь о войне России против Украины он распространял еще в 2014-м. А вы по итогу всего этого видели свои репортажи, которые выходили уже? Я не смотрю. Вот в принципе. Чего? Русский зритель проглотит все, знают в Кремле. Особенно такой вкусный фейк о русском фронтовом мясе. И вот конкретно из этого здания школы выбили взвод каннибалов. Вот такую тушенку они здесь ели. Сепар Донецкий. Томленный. Не томленный, а втомленный, то есть уставший. Как и сам репортер с постным лицом. Сочинять ужастики – дело очень хлопотное. От изнеможения можно такого наворотить. Зачем этим ряженым саперам датчики, если впереди них идет оператор? Он и подорвется первым в случае чего. Только чшшшш. Путинской биомассе очень нравится подобный пафос. Так под постановочные залпы русские делают картинку для зет-патриотов. Но стоит борзому Ваньке пережить обстрел не по команде, в нем пробуждается животный ужас. Куда-то я сюда! Подобные кадры не показывают по зомбоящику. А то вдруг россияне что-то заподозрят и перехотят умирать за Путина. Их нужно чем-то отвлечь. Мы же братья всегда были гениями и полиглотами. Теперь эту способность они применяют, чтобы показать, как плохо в Украине. Это якобы признают сами люди. Фейкоделы всерьез решили, что неумело коверкая язык, они изобразят украинские слова. Вконтакте, который давно не работает в Украине, как и запоребриковый Яндекс, логотип которого видно внизу монитора. Но фейк рассчитан на пустоголовую русскую аудиторию, которая должна убедиться в выдуманных зверствах киевского режима и дружно броситься в окопы. У него такая судьба очень нелегкая была. И он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Я им горжусь. Человек, израненный жизнью, это Николай. Сын Дмитрия Пескова, якобы ушедший воевать против Украины. Ранее папин цветочек эпично опозорился на всю Россию, отказавшись в разговоре с пранкерами идти в военкомат. Вы знаете, что я господин Песков? Да. Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился? Чтобы хейтеры отцепились, Песков решил сделать сына героем. Режиссировать эпическую драму пригласили главного головореза России Евгения Пригожина. Он сразу почувствовал почерк большого мастера. Тот не стал мелочиться, зашел сразу с козырей. Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл с законченным либералом, пришел, говорит, забери его простым артиллеристом. Я сделаю тебе. Чтобы создать для Николая имидж мачо, подключился путинский политолог Сергей Марков. В своем телеграм-канале он опубликовал фото, объяснив, это воинская присяга Пескова-младшего. Трогательно. Особенно учитывая, что солдат в форме Алексей Порошенко, сын президента Украины. Кстати, Петр Порошенко на фото тоже есть. Марков поспешно удалил фото. Исправлять провал взялся истеричкам «Сия России» Владимир Соловьев. Но тоже дочерикался. А куда страна идет? Куда мы движемся? Туда, куда определяет президент. В своей программе пропагандист показал видео с сыном Пескова на передовой. До этого не было боевого опыта. Но в армии служил. А Балаклаву почему не снял? Стесняется? Нет. Просто под ней лицо солдата из Чебоксар. А само видео старое. На момент его съемки Коля Песков был в Москве и получил штраф за неправильное вождение авто. Этот подвиг зафиксировали уже не соловьевские камеры, а дорожные. Но самая продвинутая в мире нация верит цифровым технологиям в одном случае. Если они ругают за границу. Интернет они, блядь, ставят. Интернет. Он нам и на хуй не нужен. Интернет ваш. Чтобы не беспокоить путинских экспертов, продажные СМИ теперь спрашивают мнение о политике у чата GPT, который, кстати, признает, Россия безусловно аннексировала Крым, а не забрала исконно свою территорию, как повторяет бункерный дед. Но старцам россияне верят беспрекословно. Особенно если пропаганда объявляет их предсказателями. Сегодня эксклюзив. В студии прямого эфира слепой провидец из Донбасса. Местные уже давно его нарекли Вангой 21 века. Раньше Ванга в камуфляже был трактористом, потом археологом. А теперь отрабатывает цирковую программу четко по методичке. Американская валюта, ну это бумажки же. Скоро они будут валяться на дорогах, я вам гарантирую. Подобные гарантии никак не сбудутся последние лет 15. Зато на дорогах валяются сами россияне. То пьяный, кто двухсотый. Ничего страшного. Нечаянно проговаривается старик. То ли еще будет. К сожалению, нам придется претерпеть много катастроф и социальных, и, так сказать, климатических и прочее. Но мы это заслужили, вы не переживайте. Бункерный карлик предоставил россиянам полную свободу выбора. Можно умереть в окопе от голода или кувалды зека Дембеля. Что такое серьезное? Не верит. Десятилетиями фанаты Путина живут в замкнутом кругу. Они создают пропаганду, а пропаганда создает новых зомби. И светлое будущее для них возможно только одно. Горящий Кремль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова